Входить запрещено. Судебные приставы закрыли Барнаульский геомаркет. Крепитесь, люди, когда в край придут аномальные морозы. И вот она, нарядная. В Барнауле стартовали новогодние представления для школьников. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В Барнауле закрыли крупный торговый центр «Геомаркет». В средствах массовой информации сообщается, что помещение опечатано по решению судебных приставов из-за нарушений пожарной безопасности. Ранее собственникам здания было предписано их устранить, но руководство не уложилось в обозначенные сроки. Теперь работа торгового центра возобновится лишь после того, как все замечания будут исправлены. Напомним, в конце прошлой недели в торговом центре «Галактика» также из-за нарушений пожарной безопасности опечатали две детские развлекательные зоны – «Карамельку» и «Веселкино». На ближайшие дни синоптики вновь прогнозируют похолодание. Столбик термометра будет держаться на отметке 25-30 градусов мороза. Небольшое потепление ожидается лишь в Новый год и Рождество. С середины января холода ударят с новой силой. Об этом говорят уже спасатели края. В предварительном прогнозе сказано, что регион, возможно, накроет 40-градусные морозы. Это может привести к сбою в работе транспорта, объектов энергетики и ЖКХ края. Также высока вероятность обрыва линий связи и электропередач, обрушения слабо закрепленных конструкций. Вместе с тем на дорогах ожидается гололед, снежные заносы и метели. В этот период спасатели призывают быть предельно внимательными водителей, которые собираются в дальнюю дорогу. Почти треть денежных средств по краевой адресной инвестиционной программе в следующем году направят в сферу образования. Она получит 3,5 миллиарда рублей. Наибольший объем. Об этом чиновники заявили на специальном совещании при губернаторе края, где подробно обсудили главные финансовые вложения 2019 года. Строительство 20 объектов образования, реконструкция зданий, капитальный ремонт 197 объектов образования, подготовка проектно-сметной документации 13 объектов, приобретение и выкуп помещений для детских садов, для размещения общежитий краевых образовательных организаций. Всего на реализацию инвестиционных программ заложено 9 миллиардов рублей. Большая часть средств из бюджета края 200 миллионов получит здравоохранение региона. На эти средства планируется отремонтировать противотуберкулезный диспансер, построить 8 фапов в селах. Почти 2 миллиарда рублей пойдут на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в частности, молодых семей, детей, сирот. 800 миллионов из этих средств в рамках развития сельских территорий. Кстати, это в 17 раз больше, чем в уходящем году. В целом, краевые адресные инвестиционные программы насчитывают 228 проектов. 150 из них планируют завершить уже к концу 2019 года. 43 жителя региона получили государственные краевые награды. Торжественная церемония прошла в Большом зале правительства. В числе награжденных председатель Краевого союза ветеранов Афганистана Сергей Завалихин, главный врач Краевой скорой медицинской помощи Владислав Бомбизо и другие заслуженные врачи и работники сельского хозяйства, деятели культуры. Так, прима музыкального театра Виктория Гальцева получила благодарность президент Российской Федерации. Медалью за заслуги в труде награждены 15 жителей. Среди них слесари, водители, инженеры, машинисты, которые устраняли лесной пожар, тренеры и другие мастера, посвятившие жизнь любимому делу. А две жительницы Троицкого и Каменского районов награждены за ежедневный труд без выходных, что зачастую не виден. Наталья Вострикова в свои 38 лет мама шестерых детей. Сегодня ей вручили медаль «Родительская слава». И вот в чем, по ее мнению, секрет воспитания достойных людей. Любовь, любовь, любовь. Если не любите детей, я не знаю. В крае стартовала череда елок. Школьников принимают все театры Краевой столицы. Главная губернаторская елка открылась накануне в драматическом. В этом году сюжетом для спектакля стала сказка Самуила Маршака «12 месяцев». Пресс-служба администрации Барнаула сообщает, что елки для школьников проведут также в Театре мускомедии ДК Барнаула Южном и Моторостроителей. Они продлятся всю неделю до 29 декабря. Всего их посетят 34 тысячи барнаульских школьников. Кстати, новогодние представления в Краевой столице организовывают уже в 51 раз. Несколько наших ребят в ближайшие дни отправятся в Москву на традиционную кремлевскую елку. Это победители Олимпиад, соревнований, всевозможных конкурсов, а также те, кто учится на «Отлично». Телеканал «Наши новости» подвел итоги розыгрыша совместно с салоном «Азия-СПА». Победителям вручили призы и сертификат номиналом 2500 рублей. Победу ВКонтакте одержала Ольга Амельченко в инстаграме «Анна Денека». В самый разгар сессии, когда уже ты напряжен, напряжен нервы на пределе, и как раз получить такой подарок, это очень прям в тему, так сказать. Замечательный подарок, тем более, когда их, в принципе, уже, наверное, не ждешь. Хочется делать праздник детям, а о себе уже иной раз приходится забывать. Это лишнее доказательство того, что о себе никогда не стоит забывать. И в завершении выпуска о погоде, чем порадовать настоящего мужчину, роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом, решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов «Трофей». Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. Морозы в крае усилятся, при этом во многих районах прогнозируют снег. Минус 30 в Олейске и Заринске, около 32, ниже нуля в Рубцовске, до 36 со знаком минус слав. В городе Барнауле днем 29 градусов мороза и умеренный северный ветер. А я напоминаю, телефон редакции Барнауле 722-440, полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова